Итак, мы с вами продолжаем занятие по ангелотоприям. И напоминаю, что мы с вами в формате поиска проблем. Но для начала, первое занятие у нас будет разогревочное такое. Мы проведем упражнение, которое называется сравнительный анализ. Идея такая, чтобы что-то узнать, необходимо его сравнить с другими. Помните, мы про антонимы говорили, про антиномии. Невозможно что-то узнать, если мы не противопоставим это чему-то. Но это как бы противоположность. Но можно узнать, когда мы сравним 2 ближних каких-то понятий. Что значит сравнить? Сравнить это 2 элемента. Это узнать, что у них общего. Что общего у этих двух элементов. Значит, мы добавляем объекты. И узнать, что их отличает. Ну, в общем, чуть-чуть сегодня займемся. Лучше мы займемся, больше мы будем заниматься отличиями. Чем один объект отличается от другого. Я вас прошу в течение 3 минут в тетради сравнить 2 элемента. То есть в одну колоночку написать, что общего, а в одну что отличие. Сравнить 2 профессии. Может быть одно слово, одну профессию вы точно знаете, а другое я немного введу контекст. Я их называю вольные юристы. Вольные юристы это юристы, которые оказывают юридические услуги. Например, я встречал вольного юриста в процессе. Очень профессионального. Он заткнет за пояс любого адвоката. Причем даже без высшего юридического адвоката. Очень трудно с ним было бороться в процессе. Вот такие юристы. То есть он может быть даже без образования юридического. Но у него такая особенность. Он оказывает юридические услуги. За деньги, как правило, за хорошее. То есть он хороший юрист. Юристы, юристы. Он оказывает юридические услуги. Итак, это вот такой вольный юрист. Итак, я прошу сравнить две профессии. Адвокат и вольный юрист. В одном слове, как вы описываете, что у них общие. А в другом, что окончено. Ограничено когда? То есть определяет количество или... Ну, давайте не менее трех. Одного и другого. Поднимите, пожалуйста, руку, кому непонятно задание. Поднимите руку, у кого нет одного сходства выделенного и одного отличия. Хорошо. Поднимите руку, у кого есть одно сходство и одно отличие. Поднимите, пожалуйста, руку, кто не подавал руку, ни первая, ни вторая. Почему? Что такое? Я еще не успевала понять, что вы хотите, но почему это сделать. Хорошо. Когда я спрашиваю, у кого нет, у вас есть? Поднимите руку, у кого нет одного сходства и одного отличия. Итак, пожалуйста, я прошу... Общее мы сделаем на критический анализ. Итак, я прошу каждого по очереди проговорить свое отличие. Своё общее. А задача группы, группы висит у каждого из вас, выбрать одно общее, которое неправильно. Вред какой-то. Это не является общим. Между этими двумя терминами, за которыми какой-то смысл стоит. Пожалуйста. Защита прав. Защита прав. Защита прав. Пожалуйста. Сначала сходство, да? Одно. Защита так же. Защита так же? Защита. Отлично, пожалуйста. Право защиты. Хорошо. Право применения. Защищать. Тут аудитория большая. Я прошу так же говорить, чтобы было слышно. Служитель закона. Право. Право. Угу. 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 А не отдать. Просто. Юрист. Ага. Казание юристов. Там ещё что-то? Просто юрист. Нет, я ещё что-то говорю. Так, ваша права. Юрист. Хорошо. Итак, я прошу выбрать в течение 30 секунд одно общее между адвокатом и вольдом юристом, что таково не является. 30 секунд. Пожалуйста. 30 секунд. Через меня можно попросить повторить у кого-нибудь концепт. Кто? Влад. Влад, пожалуйста. Ложь. Поднимите, пожалуйста, руку. Кто не выбрал одно определение, одно общее между адвокатом и вольдом юристом, которое самое неправильное? Кто не выбрал? Причина. Ну, вы видите, как выбрал. Угу. 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 Ну, это так не получится. Сейчас мы идем на следующий этап. Итак, почему? Удачи не нашла. Вам нужно время или повторить? Угу. 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 Хорошо. Угу. 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 Итак, время и стекло. я прошу поднять руку, кто не выбрал одно общее, неправильное, у кого-нибудь. Итак, мы пройдем сейчас к голосованию. По очереди, в таком же порядке, вы будете проговаривать свое общее. Проговорили, делаем паузу, и кто желает это критиковать, поднимает руку. Один человек, один голос. Один человек не проголосует, голосуем завтра. Как прошу? Замово выголосовать? Я понимаю. Просто новенький всегда как-то особо. Пожалуйста. Защита прав. Пожалуйста. Кто выбрал? Нет. Пожалуйста. Защита. Кто выбрал? Правозащита. Правозащита. Кто выбрал? Нет. Правозащита. Кто выбрал? Нет. Защищать. Кто выбрал? Нет. Пожалуйста. Служитель закона. Один, два, три, четыре, пять. Пожалуйста. 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 Они не два раза? Нет. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Оказание юридической помощи. Оказание юридической помощи. Кто выбрал? Один. Юрист. Умение? Юрист. Юрист. Пожалуйста. Кто выбрал? Хорошо. Подведите, пожалуйста, руку, кто не проголосовал. Отлично. У вас есть победитель. Пожалуйста, огласите вашу позицию. Ваше слово это у нас общее, да? Там чуть длиннее, а мы возле по-разному просили скрыть. То же самое. Итак. У нас ложь. Это ложь. Это общее, что есть у адвоката и вольного юриста. Пожалуйста, вы понимаете этот концерт? Что такое? Что скрывается под ложью? Что это за общий? Что это за общий? Можно рассуждать по месту. Знаете, вы говорите вот так и поднимаются вот и вверх, и вверх и вверх и вверх и вверх и вверх и вверх и вверх. Это как упражнение такое. Как можно. Не понял? Не понял? Ну, вот, в принципе. У меня нет сразу вопроса. У меня нет ничего вопроса. Так. Объясните. Как вы понимаете, что значит ложь? Ложь. 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 Поднимите, пожалуйста, руку тот, кто считает, что это не общее, что объединяет адвоката и вольного юриста. Ложь. 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 Вы можете? Порез Порез. Ложь. Поднимите, пожалуйста, еще руку, кто желает критиковать Влада? Желает, держите. Прошу держать руку. Исправили, я скажу просто. Что? Слово. Но я считаю, что не всегда адвокат и юрист ввел. Потому что какие-то частные случаи, особенно поставить свой больный юрист. Скорее всего, он больше правду говорит. И это не самое то общее, что он должен объединять. Маша я услышала, да? Итак, поднимите, пожалуйста, руку, кто не понял Машу. Два человека. Пожалуйста, принеси Машу. Всего же объясни, пожалуйста, что сказала Маша. То, что больше не объединяет адвоката и больного юриста. Скорее потому, что это частные случаи. Я пусть невольный юрист отправила больше консультацию. Могу не прерыву. Сейчас, секунду не спешите. Маша каретная? Почти да. Ну, почти. До той или иной степени, что это ваш? Да, да. Точно ваш. Потому что вы это будете защищать. Так, дайте, пожалуйста. Хорошо, пожалуйста, еще раз. Я прошу не добавлять своего. Ну, как минимум. Хорошо было бы, не очень много советов. Хорошо. Ложь это не является общей между адвокатом и вольным юристом. Только это считаются частные случаи. И, скорее всего, они должны говорить больше правду. Адвокат и вольный юрист. Нет, вольный юрист. Так, стоп. Маша, корректно? Она уже по-другому сказала, чем делать. Корректно? Корректно, некорректно, Маша? Чего ты мне даришь? В том плане, что вольный юрист должен говорить больше слов. Я буду меня дарить. Маша, если нет у Нины, нет у Нины. Показывается корректно. Ну, опять, у нее какая-то раскончистость. Давайте еще раз, пожалуйста, носите. О, корректно. Какой Ксюша? О! Маша сказала, что адвокат и вольный юрист в своей деятельности не всегда умут, что они только иногда применяют данный прием. И что лошадь это не то самое главное общее, что может их обвинять. Вольный. Вам понятно? Да. Вам понятно? Да. Вам понятно? Что вам понятно? Как критикуют Маша? Ну, ладно. То, что критерия лошадь не является общей, так как применение лжи, я не смогу так дословно, чтобы помочь. Нет, это как Александр. Потому что он не является корректным, так как, что адвокат и вольный юрист, они же в защите от правды. Я не могу сказать, что это ваш принцип или нет, не то, что вы выбрали, а не то, что вы выбрали, а не то, что вы выбрали законы. Маша, корректно? Нет. Пожалуйста, спросите. Артур. Смысл заключается в том, что ложь не является тем общим критерием между адвокатом и вольным юристом. Ложь – это частный случай. В основном адвокат и вольный юрист говорят правду. И лишь иногда им приходится прибегать к такому критерию, как ложь, чтобы отставить права своего клиента. Маша. Вам понятно? Да. Пожалуйста. Что это так вам делает? Ложь – это частный случай. Ну, приходится прибегать, что адвокат, что у меня вольный юрист. Не значит? Я думаю, вообще не знаю. Хорошо. Ну, это просто тезис надо договорить иногда, чтобы не забивали чемороны. Подождите, пожалуйста, другому, кто не понимает критику Маши в последней варианте. В моем случае? Нет, не в Маши. Но она меня просила уточнить. Скоро, что она чуть-чуть изменитого. И потом мы спросили у Маши, корректно? Да. А, в данном случае она меня не договорила. Маша, было корректно? Да. А, корректно, да. Ну, что это? Значит, позиции. Пожалуйста, Влад, вы понимаете Машу? Вы согласны с Машей? Нет? Пожалуйста, ваше разрешение. Только одно разрешение. Все два я помню. В ложь я вложил несколько более обширное понятие, чем донесение другой информации. Также при этом он вкладывает искажение этой информации, либо ухода ненужной информации. Точнее, ненужной юристу информации. Сейчас, в принципе, юрист лично по мне занимается каждый раз. Он либо уходит от темы в суде, либо он искажает какие-то факты. Чтоб, в принципе, более приглядно показать своего принято. Ну, или себя, если он хочет показать себя более удобно. И так, наподавите, пожалуйста, руку, кто не понял, что сказал Влад. Как возразили Влад? Думайте, ровно, кто понял, как возразили Влад. Пожалуйста. Как вы поняли, как возразили. Что Влад вложил в это общее понятие ложь более обширное, чем говорила Маша. То есть он имел ввиду, что не именно ложь заключается в том, что он врет, а в том, что он искажает факты, либо что-то недоговаривает, чтобы более возникновенно смотреться в суде, либо лучше покататься его в суде. Влад? Да. Влад, конечно, я вам хочу вытащить. Правильно я понимаю, что тем самым вы говорите, что адвокаты вольный юрид сигналы будут? Ну, легко, в широком смысле. Вашему оппоненту возражения? Вы согласны с этим? Ваши возражения? На мой взгляд, такой подход больше к адвокату. Вольный юристу, его задача скорее как можно более правильную информацию преподнести. Даже юрист полностью подмет. Его цель не лгать, а скорее разъяснять, пояснять. Поэтому тут колоссальное развитие больше даже лжи, чем сходство. Хорошо. Итак, кто не понял возражения Ваши? Угу. 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 Я думаю, что она имеет в виду, что если взять адвокату и юристу, то он должен давать им определенную компанию, а не лгать. То есть, наоборот, по бумагам, она не спросит, или что-то там, не скажет, какие-то факты в пользу, все в пользу, а наоборот. Маша, корректно? Нет, если не знаете, лучше, чтобы она еще раз. А еще раз? Нет, не она, а воборот спросите. Ага, лучше спросите. Да, любого, потому что вы неправильно будете. Маша не юрифицировала. То есть, исполнила, что это правда. Пусть будет вами. Что вы делаете? Ну, вы сами не выберете кого-то, чтобы... Пусть будет вами. Основная идея Маши заключается в том, что как адвокат, так как невольный юрист, выступает не только в суде, где ему приходится, может быть, ругать или что-либо еще делать, но также он оказывает другие виды юридических помощи, среди которых, например, есть консультация. И в процессе этой консультации юрист не лжет, а напротив, он дает своему клиенту достаточно правильную информацию, не выпуская при этом каких-то выгонков или мешочков. Маша, как это? Да. Вам понятно все это? Да, я не знаю. Но, видите, Маша не лимитизировала. Значит, что-то там было не так. Пожалуйста, как вам они? В том, что угольный юрист, в помимо того, что выступление в суде или его не может искажать факты, он может оказывать какие-либо консультации клиенту, в которых ему нужно приводить без денег для нужного ката. Маша? Маша? Ладно, вам понятно? Вы согласны с ним? Не совсем, поскольку... Ладно, смотрите, ваш клиент-педофиль не совсем? Нет, не согласен. Не согласен. Хорошо. Пожалуйста, ваш последний день, чему-то не было и сам? Ну, эта ситуация заключается в том, что Маша, как мне показалось, до конца не понимает, кто такой вольный юрист, поскольку она в своем подтверждении дала ответ, что вольный юрист должен следовать законам, он должен пояснять. Она даже не предполагала возможность того, что он может поступать адвокатом. Когда вы вначале нам объясняли, в контексте того, что вы встречались с вольными юристами, которые заткнули за поезд, не был ли адвокатом. Значит, в вашем контексте предполагалось, что это вольный юрист, то группа Галёвка отчитает адвокатом. По-моему, просто нет адвокатской коллегии. Но Маша понимает, что это вольный юрист, исходя из своего подтверждения, как не был советчик. Хорошо. Подождите, пожалуйста, руку, кто не понял Влад. Они все ваши правила. Юля, посни, пожалуйста. Спасибо. Что нам приказывать сейчас? Спасибо. Влад говорит о том, что Маша не до конца поняла различия понятия адвокат и вольный юрист. Что вольный юрист также может быть и адвокатом, представляя кого-то в суде. А ты думаешь, что вольный юрист только дает частную консультацию? Что на самом деле это не так, что вольный юрист может быть также и адвокатом в суде. Вы понимаете, что это не такая консультация? Хорошо. Итак, подвините, пожалуйста, руку, кому непонятно позиция Влада. Хорошо. Подвините, пожалуйста, руку, кому непонятно позиция Маши. Пожалуйста, можете одни предложения в позицию Маши? Позиция Маши состоит в том, что ложь – это скорее различие между адвокатом и юристом, нежели что оно в обществе. Может, корректно? Тогда я думаю, что, скорее всего, частность нужна. То есть некорректно? Не совсем. Некорректно. Пожалуйста, спросите Маши позицию Маши, за которую мы будем голосовать или не будем голосовать? Нет, давай, Иван. Но время. Считаю, что ложь – это не то самое, что объединяет адвокат и юрист. Хорошо? Корректно. Объедините, пожалуйста, руку, кто не понимает позицию Влада. Позиция Влада заключается в том, что он считает, что Маша не совсем понимает сущность понятия «вольный юрист», что «вольный юрист» подразумевает над собой другое понятие, и в своей практике как адвокат, как и «вольный юрист» им приходится лгать в широком смысле и таким образом искажать информацию, делать так, чтобы эта информация была именно в свою пользу. То есть искажение, другая интерпретация и так далее и тому подобное. И поэтому адвокат и «вольный юрист» очень часто встречаются, можно сказать, как я понял, повседневно встречаются с таким критерием своей деятельности как муж. Ладно? Целенность. Ну, может, да. Такой лицеленности, что надо? Да. Ну, каждый раз. Ладно, добавляйте «ну», там всякие… Да нет, просто ситуация. Да нет, и так далее, и так далее. Да нет, и так далее, и так далее. Все нравится, но слишком большое. Знаете, ну, кроме меня и тела вообще в мире нет. Ну, всегда, кто-то, что-то не так доброе продавать. Это поздравили вас тоже. Ну, если все выйдут, но все где-то? Согласен. Ваши комментарии. Владислав, ты в своей истории приводил несколько аргументов, и я все твои три аргумента слил бы едино, чтобы показать твою позицию. Нет, я помню. Если бы я сказал тебе последний аргумент, естественно, это было бы короче, но тогда бы твои аргументы не повредили. Нет. Хорошо, я прошу приводить это. Итак, пожалуйста, я прошу определиться. Позиции Маши и позиции Влада. Вагон концепта ложь. Прошу определиться 12 секунд. Поднимите, пожалуйста, руку, кто не определился. Итак, один человек не проголос, один не проголосует, проголосует за ложь. Поднимите, пожалуйста, руку, кто считает, что ложь это тот общий концепт, который объединяет и вольного юриста, и адвоката. Поднимите, пожалуйста, руку. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Спасибо. Поднимите, пожалуйста, руку, что ложь это не тот общий концепт, который объединяет вольного юриста и адвоката. Один, два, три. Не пойму. Вы подвали руку или нет? Нет. То есть... Я волосу справилась. А, я посмотрю в два раза. Нет. Поднимите, пожалуйста, руку, кто не проголосовал. Хорошо. И потом проверим, да? Нет. Шучу. Шучу. Не знаю. Итак, у нас остался общий концепт. Значит, общий концепт, это что объединяет адвоката и вольного юриста. Хорошо? И я предлагаю уже по желанию, кто хочет выдвинуть свое отличие, концепт, который отличает адвоката от вольного юриста. У нас не добровольцы. Кто хочет? Кто кроме Артема Николаева? Пожалуйста, Артем. Отличие, правильно? Да. Я считаю, что адвоката и вольного юриста отличает одним словом статус. Ну, потому что, по этой стороне, мы будем вообще не слушать. Почему? Понимаешь? Да. Какой юрист? Я так подозреваю, что юрист... Тихо, потому что... Да. Ну, хотя бы один скажет так, чтобы громко, на него все обратят внимание. Хорошо. Я прошу, Артем выдвинул концепт в статус. Поднимите по росту руку, кто не понимает это в конце, в контексте отличие адвоката и вольного юриста. Кто не понимает? Пожалуйста. Спросите у любого. Нет, кроме Артема. И кроме Артема. В данном случае речь идет о том, что адвокат обладает статусом адвоката. Имеет статус, определенный статус, который предусмотрен федеральным законом. Законный статус. А вольный юрист подобным статусом не обладает. Вам понятно? Да. Понятно. Вам понятно? Да, понятно. Хорошо. Вам понятно? Понятно. Что понятно под концептом статус? Ну, я спросил, что это личный статус. Я не знаю, что это вольный, а вольный, а вольный, а вольный, а вольный, а вольный. Артем, это в целом Ваши родители? Нет. Пожалуйста, Артем, озвучите Вашу, пожалуйста. Мне необходимо было выдвинуть критерий, который отвечает адвоката, вольного юриста. Я выбрал статус. Что я называю под статусом? Статус – это тот критерий, в данном случае, которым обладает только адвокат. И этот статус он получает при наличии определенных обстоятельств. Сюда входит и высшее образование, и прохождение каких-либо экзаменов, и получение статуса, ну, то есть удостоверение адвоката. Я, возможно, повторил интерпретацию Ивана, но меня смущает федеральный закон. Федеральный закон мне здесь не нужен. Вот я так понимаю, и в понятии статуса. Хорошо. Спасибо. Это громко звучит, что федеральный закон нам не нужен? Нет, просто в этом контексте я трогал понять. Я не трогал написать, если это не будет. Хорошо. Подвините, пожалуйста, руку, кто не понимает Артема. Вы это понимаете? Нет. Я не понимаю. А, в смысле, понимаю. Вы понимаете, пожалуйста, как вы понимаете Артема? Что вкладывается в отличие между войдом и юристом и адвокатом и через концепт статуса? В плане, что адвоката есть статус, в отличие от войдя юристом, и ему мешает выбирать закон. Еще раз, еще раз добавим. А то, что в отличие от войдя юристом и адвоката есть статус? Артем? Нет. Пожалуйста, спросите, кроме Артема. Димас? Мне позицию Артема. Артем выбрал различие, концепцию статус. Он подрепевает в том, что статус включает в себя образование, получение, удостоверение адвоката. Это жизненный обувь. Это то, что отличает от войдя юристом. Артем? Хорошо. Корректно. Вам понятие? Да. Шикарно понятно. Артем включает в отличие статус, в котором он подразумевает то, что у адвоката есть образование, а у него есть определенная квалификация, то есть определенный опыт. Ответите, пожалуйста, руку, кто не понимает Артема. Ответите, пожалуйста, руку, кто не согласен с Артема. В том, что статус это то, что отличает от адвоката от вольного юриста. Кто не согласен. Ответите, пожалуйста, руку, кто согласен. Пожалуйста, идея такая, у одного юриста, совсем согласна, но надо критиковать. Есть кто-то, кто сможет критиковать? Хорошо, давайте тогда иначе. Мой дезис следующий. Статус есть и угольного юриста. А значит, это то общее, что есть у адвоката и угольного юриста. Зовите, пожалуйста, руку, кто не понимает мою позицию. Пожалуйста, как вы понимаете мою позицию? Что статус также есть и угольного юриста. А значит, это скорее отличие на общее между адвокатом и угольным юристом. Артем, это вам понятно? Вы согласны? Нет, конечно. Пожалуйста, пожалуйста. Дорогие друзья, сейчас мы обратимся к понятию, как де юра и де факто. Мы не первый раз к этому обращаемся, но как раз таки это может сыграть вам пользу. Роман Григорьевич в данном случае утверждает, что, фактически, да, возможно, и существует какой-то статус, но который никто не видит. И говорит о том, что он есть и как у адвоката, и так и угольного юриста. А я говорю о том, что де юра, то есть это можно подтвердить, подтвердить документально, и адвокат может всем показать, вот смотрите, я обладаю статусом адвоката. То есть наглядно и это будет, то есть все увидят и все будут понимать, что да, статус есть. А вы это никак не можете доказать. Поднимите, пожалуйста, руку, кто не понимает возражения Артёма. А вы понимаете возражения Артёма? Артём пытается нам донести, что вы говорили, что у полного юриста тоже есть статус. Но он применил такие понятия, как де юра де факто. То есть может быть он есть какой-то статус, но его невозможно подтвердить. У адвоката, пожалуйста, есть специальный документ, который подтверждает, что вот, я последземный адвокат, статус адвоката, я сдавал экзамен и так далее. Корректно. Кто не понимает Артёма? Я не согласен. Следующее. Артём только что признал, что у вольного юриста тоже есть статус, но он не может его письменно подтвердить. То, что он не может его письменно подтвердить, не означает, что статуса нет. Но вольный юрист может подтвердить свой статус. Например, когда он приходит в суд, он даёт доверенность. Доверенность на документ, удостоверяющий право невольного юриста оказывать посаднические услуги, в данном случае кисковедческие услуги, в суде. Подавите, пожалуйста, руку, кто не понимает Романа Григорьевича. Они все ваши. Одно объясним, пожалуйста, а то я не понял, что имел Роман Григорьевич. Хорошо. Своим высказыванием ты дала Роман Григорьевичу понять, что статус есть и у вольного юриста, но он не может его подтвердить письменно. Но, в свою очередь, он может этот статус подтвердить доверенностью в суде, о том, что он выступает в судах и так далее, даёт защиту, чтобы оказывать в суде в убийстве. Весьма. Весьма. Точно. Все ключевые слова есть? Ништяк. Подождите, пожалуйста, руку, кто не понимает Романа Григорьевича. Раз вы понимаете? Как вы понимаете? Я не буду пробовать то, что Артём, то есть, вы утверждаете о том, что у именикольного юриста есть статус, который он может подтвердить доверенностью в суде, и в том, что он может предоставлять интересы в суде в суде. Корректно. Артём, я не согласен. Понятно. Я с вами не согласен. Пожалуйста, ваше. Мы начнем с того, что... Артём, я прошу. Один вопрос. Один вопрос. Один вопрос. Один вопрос. Один вопрос. Один вопрос. Я пишу запись и там будет общетливо сказано из моих уст то, что возможно у вольного юриста есть так называемый какой-то статус. Это комментарий. А теперь аргумент. Здесь я прибегу к тому понятию, как законность. Законность заключается в том, что у адвоката это на самом деле будет законный подтвержденный статус, который он получил и он осуществляет свою деятельность. Вольный юрист законно этот КТ и подтвердить не может. Доверенность не является законным документом, которое подтверждает, что вольный юрист обладает статусом. Подвиньте, пожалуйста, руку, кто не понимает возражения Артема. Артем сказал, что раз у вольного юриста нет законного подтверждения своего статуса, то по сути статуса тоже нет. Артем? Корректно. Хорошо. Я прошу определиться с позицией. Две позиции Артема в том, что статус это то, что отвечает вольного юриста от адвоката, потому что статус есть только орган. И вторая позиция Артема Григорьевича, что статус это то, что объединяет и вольного юриста от адвоката, потому что и у того есть статус. Пожалуйста, прошу определиться. Подвините, пожалуйста, руку, кто не определился. Итак, прошу поднять руку тех, кто считает, что статус это то, что отличает адвоката от вольного юриста. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Поднять руку, кто считает, что статус это то, что не отвечает вольного юриста от адвоката. Один, два. Поднимите руку, спасибо. Кто не голосовал? Остается статус. Статус это то, что отличает пользу юристов. Хорошо? Пожалуйста, а кто еще предоставит свое отличие? Хорошо, давайте там выберем. Итак, порядок такой, проговаривайте каждый свой концерт и мы выбираем одно самое неправильное. Пожалуйста. Статус. Пожалуйста. Доверие. Как написано? Доверие. Доверие. Пожалуйста. Юридический стаж. Статус. Статус. Образование. 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 Статус. Статус. Экзамен. Добрею у вас всех. Хорошо. Поднимите, я прошу определиться между, что вы считаете неправильным, то, что не различает адвоката и больного юриста. Статус. Так, секунд на выбор. Через меня можно попросить правила. Работу я буду попросить повторить Анну и Роман. Роман, пожалуйста. Юридический стаж. Доверие. Доверие. Кто сказал? Прошу поднять руку того, кто сейчас не сможет проголосовать, кто не выбрал. Один концерт для предупреждения. Один человек, один голос. Один не голосует. Мы переголосовываем за вас. Пожалуйста. Статус. Кто за статус? Нет. Пожалуйста. Доверие. Один, два, три, четыре, пять. Пожалуйста. Юридический стаж. Один. Два было? Два. Два. Статус. Статус. Образование. Один, два. Образование. 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 Тоже самое. Нет. Образование 20-7. Ну, мне не нравится. Не, не нравится. Не, не нравится. Ничего больше. Два. Как статус. Братцы, если бы не придурали. Ну, почему же я бы взял этого на вантажах? Нет. Ну, дело поможет. Ну, какой это и город? Я сейчас не очень прошу. Пожалуйста. Образование. Нет. Пожалуйста. Статус. Статус. Нет. Пожалуйста. Экзамен. Экзамен. Один. Подавите, пожалуйста, руку, кто не голосовал. Хорошо. Итак, у нас победил... Аня, да? Победила Аня, да? Победила Аня. Итак, пожалуйста, ваш... Доверие. Подвините, пожалуйста, руку, кто не понимает этот концепт разделяющий адвоката и... Я прошу разделять, опять, понимание и критику. Позже считаете? Хорошо, спасибо. Подвините, пожалуйста, руку, кто понимает. Пожалуйста. Подвините, пожалуйста, руку, кто не понимает позицию Аня. Хорошо. Подвините, пожалуйста, руку, кто не понимает позицию Аня. Подвините, пожалуйста, руку, кто не согласен с Аней. Подвините, пожалуйста, руку, кто не согласен с Аней. Не согласен. Не согласен. Не согласен. Все, что вы не согласен с Аней. Хорошо? Пожалуйста. Выбирайте все, понятно. Я прошу держать руку. Почему вы тогда ослабленные? Держите руки. Держите. Да, да, да. Вот тебя спрашивают, что кто-то не понимает. Ты считаешь, что у адвоката доверие будет гораздо больше, чем вольному юристу? Понять можно, что вроде адвоката у него есть определенный статус, но, тем не менее, почему нельзя обратиться к вольному юристу? Почему у него может быть доверие? У юристу может быть такой же богатый опыт, и он может даже превзойти этого адвоката. Хорошо. Подвините, пожалуйста, руку, кто не понимает эту позицию. Хорошо. Пожалуйста, позицию Ксении. Да. Ее позиция понимает так, что доверие может быть так же, как и к вольному юристу, так и к адвокату. То есть у вольного юриста может быть богаче опыт и знания, нежели чем у адвоката. Извините. Корректно. Это кого объяснял Ксении? Она типа не согласилась. Не согласилась. Не согласилась. Почему она меня? Критиковалась. Да. А, и все понятно. Типа это уже ответ. Вы же разражаете. Дефанируете. Итак, Аня, вам понятно разражаете? Да. Вы согласны с ним? Нет. Пожалуйста, ваше мнение. Ну, опять-таки, это будет повторение. То, что у большинства людей, именно адвокату, который уже получил свой статус, сдал квалификационный экзамен, у которого есть уже все полномочия и законности, и просто все-все-все у него есть, людей больше будет доверия к нему, и они пойдут к адвокату, нежели чем к увольному юристу. Пусть у него будет даже какой-то опыт. Ну, опять-таки, люди, мне кажется, будут бояться идти. Потому что он, как бы, еще не сложившийся адвокат, получается, какой-то. Подвините, пожалуйста, руку, кто не понимает Аню. Роман, вы понимаете? Да. Как она возразилась? Она возразилась тем, что доверие больше у людей вызывает адвокат, так как он имеет определенный предусмотренный законным статус. И вот этот статус дает ему право быть выше, чем вольный юрист. Потому что вольный юрист в глазах людей обычно выглядит, как, скажем, нет адвоката. Ну, что-то вас предъявляет. Аня, корректно? Хорошо. Я прошу определиться с твоей позицией. Значит, позиция Ани, что доверие, это то, что отвечает вольного юриста от адвоката. Позиция Ксении, что это не отвечает вольного юриста от адвоката. Прошу определиться с вашей позицией. Позвольте секунду. Объявите, пожалуйста, руку, кто не определился со своей позицией. Причина? Мне кажется, доверие это, может быть, и схоже, или... Не важно, что вам кажется. Ладно. Вы определились? У вас трудность в определении? Ну да. Вы за Аксению или за Аню? С третьего варианта нет. Не надо сказать. Ладно. Ну это Ксиш подушка. У вас какие-то питания? Ну ладно, определились. Определились. Хорошо. Итак, подвините, пожалуйста, руку, кто считает, что доверие это то, что отвечает адвоката от вольного юриста. Спасибо. Отвечаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Подвините, пожалуйста, руку, кто считает, что доверие это не то, что отвечает вольного юриста от адвоката. Это было семь. Один, два, три, четыре, четыре. Четыре. Четыре на семь. Подвините, пожалуйста, руку, кто не согласовал. Хорошо. Итак, результат у нас какой нашей с вами работы? В принципе, знаете, мы даже к той теме, которую я рассчитывал, наверное, как и так случилось, я хотел сегодня говорить о статусе адвоката, и мы сегодня, как бы, про него и проговорили. Нам можно увидеть, что общее у адвоката и вольного юриста то, что у них такая профессия, в которой, действительно, дозволяется, ну, в отличие от других видов профессии, большая доля лжи. Я видел статистические исследования, на первом месте стоит политик, по-моему, юрист стоит на третьем месте. На третьем, на четвертом месте, потому как им дозволяется удать в обществе. То есть есть профессии, где не дозволяются, а где и есть. Например, слово «врач» от слова «врать». По крайней мере, фасма так это проговаривает, но он говорит, что это не точно. Вот юрист, это даже предпринято. И отличие. Да, отличие статуса. То есть, ну, в данном случае, понимается под статусом, я думаю, все-таки статус есть юристинус, но здесь определенный набор, набор право обязанностей. И набор право обязанностей у адвоката один, а у вольного юриста другой. И вот они отличаются по статусу. Этот один, один массив, а этот другой. И еще мы узнали о доверии. Все-таки в нашем обществе доверия к адвокату мы выявили, что больше. Да, то есть, когда вам необходимы юридические услуги, то доверие к адвокату как к профессионалу выше, чем к вольному юридическому. Вот так я хочу обобщить. И, пожалуйста, переходим к рефлексии. Рефлексия, первая часть, вопрос. Какие вопросы по теме? Не по теме вопрос. Вопрос, который вы не знаете, или по теме, или не по теме. Вы проголосовали против служителей закона. Почему? Как вы думаете, почему 5 полосов проголосовали против служителей закона? Ну, есть такое подозрение. Неваемое предположение. Что основная цель адвоката и юриста это его кредит. И в данном случае даже адвокат не служит. Юристы не служат закона. Они служат из этимологии. Что на первом месте это кредит. И если надо будет, то приступят завтра. Ну, слушители эфемиды все-таки. Эфемиды это судья. На законы это прокурор. А вольные юристы и адвокаты все-таки у них есть кредит. Это, ну, такой вариант. Хорошо. Пожалуйста, рефлексия. Как вам занятия сегодня? Что было хорошо? Ваши ощущения? Мерзко, приятно, достали. Хорошо. Ну, что-нибудь. Интересно, рассуждали, спорили. Ну, про себя. Что вам было? Вот это мне понравилось. Что хорошего в том, что рассуждать? Для вас лично. Мы учимся своей мысли. Что мы? Ну, я учусь своей мысли. Потому что я знаю, что есть люди, у которых в главе не следят. А? Главное говоря, он. Спасибо. Ну, это все в чем. Я учусь проображать свои мысли, доступную всем форму. Вам это нужно? Да. Зачем? Я понимаю. Для вас, конечно, вас понимают. Конечно. Не для всех целей. Знаете, есть люди, которые ням-ня, 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 ням-ня. Ну, дело даже в том, как ты произнесешь слова. Ну, я утрирую, но для некоторых это... Ну, раз они так говорят, то, скорее всего, неважно, понимают или нет. Или они очень комплексуют, например, их не понимают, не грустно. Значит, все такие придурки, меня великого не понимают. Это уже... Ну, у вас она не навредит. Пока нет. Что значит пока? У меня вообще никакой символ. Пожалуйста, спасибо. Как вам? Мне это понравилось видеть. Если я стою чуть против, то, что свободно можешь выразить свою точку зрения, подходит и выражать мысли. Так же, ну, может, немножко не в тем, но научишься даже немного прислушивать и слушать свои главные моменты, более внимательные. Но я, знаете, услышал Ваши речи слова в целом. То есть есть что-то, что было не совсем хорошо, не совсем так, что было не так? Можете... Что-то мне полезно, а мне это лучше. Ну, то, что, наверное, слишком мало было возможностей высказать именно свою точку зрения, почему не на его против и в глазах. То есть было очень много того, что мы проговаривали для кого-то. То есть формулирование чьей-то точку зрения немножко смену словами. И мне бы хотелось побольше всё-таки, ну, что-то своему адресу. То есть у нас своему зрению больше проговаривали. Ну, смотрите, когда у нас было два варианта, два случая, когда я просил, кто хочет на нанести своё. Ну, я просто ещё подумала, тихонько осваиваться, а потом, в принципе, у нас не с вами. Ну, просто идея такая, в данном формате, как правило, у кого-то есть поклоненность, он может её реализовать. Ну, явно видно, что у Артёма есть поклоненность, он и не изучит. То есть мы даже выбирали здесь. То есть здесь мы можем так. То есть хотите, я вас бы на самом деле расскажу. Нет, я не думаю, что в целом, я вот смотрела, как происходит. У меня вот такое вот мнение сложилось, но в целом я довольна. Хорошо, тогда предложите, что туда сделать? Чтобы это, ну, не верить. Значит. Ну, я просто не могу такого что-то говорить. Ну, предложите, потому что... Мы просто можем, пожалуйста, именно давать возможность не высказывать чьим-то точку зрения, а именно вывлекать свою жизнь. А стоит что делать? Чтобы человек, может быть, сам учился в воле, если с первого раза вы не поняли, то есть он искал порядок по-другому, но если сюда не захватить? А, то есть если есть хотя бы один человек, который мы не понимаем, попросить его ещё раз свободно переформулировать. Прошло, я помню техники. Никогда не знаю. Ну, особенно, знаете, да, такое бывает, когда, понятно, один из десяти не понимает. Но есть, когда действительно не понимают практически все, и можно попросить его ещё один раз сказать... Ну, как правило, в моей технике я так говорю. Посмотрите кругом, вы видите проблему? Он смотрит и говорит, нет. Я говорю, увидите ещё раз. Он говорит, понимает, что да, меня не понимают. Да, вот очень важно. Понимание. Это же надо так сказать, так подобрать топос, ну, этими словами, так подобрать слова, чтобы они сразу всем стали. Это надо научиться, действительно, может быть, каждый. В таких случаях можно попросить, скажите ещё раз. Ну, обычно ещё так я попрошу, скажите это крапко. Потому что часто люди не понимают, когда мегаспитчи. Мегаспитчи – это бла-ла-ла. И, глядя, что ж такое. Там несколько идей, а как правило, вообще идей никаких, просто какие-то слова, просто мы про это речь, и тогда они непонятны. А когда порат, то сразу все вскрывается, во нем ничего нет. Кварт и язвы. Предник я так говорил, мотофилософ. Но, как у россиян, есть закуток в память, куда никого и никого не пускают никого. Они врут, чтобы вообще никого-то не простить. Скажут все, что угодно, но у каждого есть вот так. Он говорит, но я несколько раз зашел от вас. Итак, на этом мы завершим наш лекарство. А как жить в Боте? Что было? Субтитры сделал DimaTorzok